В ОФСИН России по Тверской области состоялась пресс-конференция нового начальника управления Александра Кузьмина. Я приступил к службе здесь с 11 ноября, то есть практически три месяца в должности. Почему раньше у нас не состоялся такой разговор, совместная беседа? Прежде всего потому, что я считаю, что прежде чем разговаривать с общественными, с прессом, я должен понимать ситуацию в реально складывающихся подразделениях области. За это время я посетил практически все подразделения, некоторым уже несколько раз был. Был на совместных проверках с прокурором области. Считаю, что на сегодняшний день такие основные вопросы и задачи, связанные с кадровым обеспечением, в плане руководящего состава, в области, считаю, находятся на таком нормальном уровне и требуются определенные корректировки, но каких-то серьезных изменений не планируется. Поэтому будем нормально, стабильно работать, развиваться, достигать намеченных целей. За истекший год, отметил Александр Кузьмин, оперативная обстановка в региональных исправительных учреждениях сохранялась спокойной. Не было допущено массовых беспорядков, побегов и других чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день в местах лишения свободы Тверской области находится минимальное число обсужденных. Можно говорить о том, что если у нас лимит наполнения чуть больше 10 тысяч, то на сегодняшний день у нас содержится порядка 6,5 тысяч. Это все-таки достаточно серьезная цифра и говорит о том, что в целом уголовная политика, уголовно-исполнительная политика государства движется в правильном направлении. Численность, так сказать, тюремного населения снижается. Я считаю, что это правильный, позитивный момент. Одна из главных задач – максимальное трудоустройство осужденных, повышение их заработной платы, а еще привлечение партнеров в развитие производства и дальнейшей совместной работы. Работаем во взаимодействии с другими правоохранительными органами, в том числе оказываем помощь в открытии, в раскрытии преступлений. Наши сотрудники получили, в том числе и награды руководства МВД за помощь в раскрытии таких резонансных преступлений, в том числе и касающихся убийства Михаила Круга. Наши сотрудники тоже работали в этом направлении, оказывали практическую помощь. И с их помощью, с их участием был достигнут вот этот позитивный результат. Движемся мы в ногу со временем. На сегодняшний день у нас внедряются новые методы современной надзоры. У нас два подразделения, в которых у нас система видеоконтроля очень серьезного уровня поставлена. Сейчас это в первом изоляторе, в десятой колонии. На сегодняшний день уже там заканчиваются все процессы, которые связаны с отладкой нормальной работы. Я так думаю, что будут серьезные результаты. Это поможет и правильно организовать службу, контролировать как действия осужденных, вовремя пресекать правонарушения и какие-то чрезвычайные происшествия, но и, соответственно, контролировать действия сотрудников. На вопрос патрульной службы о рейтинге регионального ФСИН в масштабах страны и нужно ли что-то менять в работе учреждений, Александр Кузьмин ответил так. Ну, я как раз считаю, что менять особо ничего не надо, потому что действительно здесь серьезные традиции заложены уже в свое время уважаемыми руководителями, которых лично знал, сам глубоко уважаю, считаю во многом своим учителем, сам Михайловичем. Ну, то, что там СОО завоеванное, ну, это завоеванное действительно достойно, потому что управление всегда занимало высокие места и получало соответствующий оценку от руководства ФСИН. По итогам года мы тоже выглядим неплохо. В своей подгруппе мы занимаем, по-моему, 13-е место. Это среди подразделений у нас там рейтинг ФСИН России подводится по нескольким группам. То есть по нашей группе, где там более 10 тысяч спецкоинтеллигентов, мы занимаем 13-е место. В следующий день я считаю, что это нормальное, хорошее положение. Ну, в любом случае, задача уже поставлена перед коллективом, что мы будем двигаться вперед, ориентируясь на те традиции, которые были. На сегодняшний день у нас вообще, как бы, подход к так называемым рейтингам изменился. И даже уже СОВ у нас не вручает Федеральной службе исполнения наказания. Поэтому то, что вот уже достигли, те трофеи, которые есть, они всегда останутся с нами, будут наши истории. Теперь наша задача, ну, во-первых, самое главное, обеспечить законность и правопорядок в учреждениях, обеспечить соблюдение прав человека. Поэтому это один из основных, главных приоритетов в нашей сегодняшней деятельности. Ну, а по результатам, я так думаю, что коллектив учреждений и управления приложить все силы, чтобы традиции Тверской области сохранить. И нашим всем было на достойном месте. В этот же день состоялась церемония награждения победителей конкурса на страже правопорядка среди победителей и наша программа «Патрульная служба». «Патрульная служба»